здравствуйте моя семья и моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте а я только что закончила нарезать мандариновую кожуру у меня есть видео поэтому я уже рассказывать о ней ничего не буду я пойду дальше сейчас вам часы быстро на противень разложу дома у меня пока вот есть время вот эти всякие разные заботы и буду рассказывать у меня уже есть видео я ни одну кожурочку от мандаринки не выбрасываю и сначала мандарины мы моем сушим потом кушаем и когда мальчишки или я очищаем мандаринки то обязательно потом все мне сдают на руки каждую кожуру каждую и что я потом делаю скажет да цедру да не только цедру кто смотрит меня тот знает и смотрите внизу будут ссылочки на то как я применяю кожуру что я с ней готовлю что я из нее варю так но это ушло и цедру добавляю и так значит смотрите мне захотелось выпить чай такой чай я делаю не только зимой но я вам хочу сказать я делаю и летом что это за чай он очень простой девчонки после того как вы просушите кожуру вот у вас получится целая баночка да может быть больше у кого как у меня есть где смотрите раз и сердечки из кожуры тоже высушены смотрите у вас получается вот такая красота сердечки убираю причем у меня разные скажем так поджарки если я хочу красивый красивый цвет я чуть темнее запекаю не запекаю а подсушиваю в духовке если я слегка просто делаю вот такие сухие корочки смотря куда употреблять вот это у меня апельсиновый готовый чай и напитки летом такие напитки когда вы добавляете туда вы часа вам покажу как это делается когда вы добавляете туда лед и мяту это вообще нечто потрясающе и вы знаете конечно же надо мне напомнить кто хочет подробно об этом внизу не забывайте после видео всегда есть ссылочки кэтрин докс канал всегда имеет продолжение внизу под видео обязательно смотрите это продолжение как раз то что я считаю нужным касается досмотреть итак лечение бронхитов когда вы чувствуете себя что у вас горлышке что-то не то или в горле или в легких или в бронхах то сразу же вам говорю вот этот цитрусовый отвар он изумительный или если метеоризм дисбактериоз опять таки порошок от высушенных корок добавляйте в любую употребляемую пищу в количестве пол чайной ложки дальше это также терапия сухого кашля а еще и устранение грибка любую любого грибка в том числе патологии ногтевых пластин знаете что делают натираются свежим мандарином а вернее мандариновыми шкурками два раза в день утром и вечером сразу после мытья конечностей если грибок ноги найти как запах каждый день парти ножки с содой и после этого натирайте кожицы со мандарины от кожи сок берете и втираете прям все вы буквально за три недели за месяц такой терапии избавитесь от грибка но не забывайте ванночки надо делать именно содовые ну и еще я делаю если в быту то столовый уксус настаиваю на корках и это действительно универсальный безотказное чистящее средство которое стоит копейки не только моль презирает запах мандаринов не только моль но и устраняет минеральные отложения налет мыла убивает плесень бактерии вот ну и в общем многое другое я рассказывала этого то что я может быть забыла рассказать так теперь берем у меня есть замечательная вот такая вот видите прекрасная кофемолка здесь у меня разные насадки чтоб вы знали я эти насадки использую сейчас вот обыкновенную беру который кофе перемалываю беру сколько-то корочек ну пусть будет пусть будет вот так руки чистые не кричите не ругайтесь там бунт на корабле не устраиваем вот мне наверно хватит нет даже меньше вот так вот вот так вот на литр вы скажете а так это сколько-то ну примерно столовая ложка все и хватит пока хватит потом просто от них сразу такой идет запах замечательно если вы заранее приготовите порошок то такого именно такого запаха не будет можно и заранее приготовить как приправку знаете но запаха не будет теперь чтоб вас не раздражать я выключу с вашего позволения но все чтоб звуком вас не мучить у меня все готово я отключаю вот посмотрите что получилось а получилось вот такая как заварочка что ли я буду заваривать вот здесь чтоб вам было видно а потом перелью чтобы вы увидели какой это замечательный цвет как это красиво какой запах пошел бесподобный запах и так что у меня получилось вот примерно так порошок не порошок но точно как заварка ладу сюда это часть еще у меня осталось но это на утро у меня сын попросил чтоб я ему сделала утром уже жужжать не буду сразу возьму отсюда и сделаю так дальше дальше куркума чуть-чуть капельку видите просто капельку маленькую щепотку антиоксидант бешеный вообще такая супер вещь вот это корица в конце и в конце посыплю имбирем как присыпочку сделаю все это очень полезно не забывайте в корице огромное количество кальция так и нам пригодится еще или лимонный сок натуральный или же натуральный сок лайма я беру лайма он будет кислее все значит сюда и дальше по вкусу уже когда слегка остынет можете добавлять по вкусу мед поехали сейчас я налью так все чтоб не пачкать другие ложечки этой же все прекрасно и замечательно и теперь дорогие мои я накрою подождем немножко так ну прошло время и они уже почти все опустились вниз корочки посмотрите прямо вот чай-чай-чай-чай прям вот цвет такого красивого красивого чая но это при условии если вы немножко дольше подержите в духовке чем обычно когда вы сушите дальше специально для чая и плюс еще делает свое дело куркума так теперь на этом этапе я добавляю немножко корицы щепотку и щепотку имбиря я обычно добавляю во все виды чая которые я делаю никогда не кормлю китайцев никогда не замыкаюсь потому что люди которые пьют покупные чаи вот эти вот все они травят себя не травят свою семью и не замечают этого думают ой какой я чай купила замечательный там железный какой-то упаковочке ой вот это чай на самом деле сидите не хотите менять жизнь свою многие не хотят жизнь менять вот они привыкли так вот традиционно так и никак иначе а на самом деле жить нужно иначе по иному не по новому но по новому уже сто раз жили а по иному вот понимаете такое слово есть и но и вот я живу по иной по иному как все это значит неправильно потому что опыт показал полвека мы посмотрели мы знаем это неправильно почему я должна покупать чай в магазине если я знаю чем его обрабатывают но люди узнают об этом и смотрите они как все идут снова и их рука тянется опять покупать чай который на китайцы просто хохочет над нами уже спасаем китай а потом удивляемся что они лезут что они везде лезут что их так много так они и будут процветать но пусть они сами пьют свой чай то чем они обрабатывают пусть и пьют а я буду пить вот такие чаи скажем так от бога дальше что я делаю я беру свою старую старую сеточку выкладываю и сейчас али оп знаете как в цирке и переливаю все тут у меня более крупный вот тут у меня отложились более мелкие я еще немножечко подожду чтоб у меня все опустилась я подожду чтоб немножечко остыла и дальше вы не представляете какой это аромат это просто не пи этот чай не передаваемый а представляете летом я ищу туда деньги и зимой и сейчас можно просто я сейчас не добавила мелису или лимонник или мяту это такое сочетание мне сейчас на то не нужно поэтому я добавлю несколько капель натурального лимона сока лайма сок лимона лайма несколько капелек все достаточно витамин c нам не помешает я его добавляю везде во все маски везде везде он у меня постоянно кто смотрит меня тот знает все я вот так вот размешаю немножко и опять подожду чтоб вот этот низ осадок он не поднимался а он отсюда давал только свои лечебные лечебные свойства все отдавал все это такая прелесть но если вы делаете родным и близким обязательно ну например мои мальчишки любят с медом добавьте меда я без меда я пью вот такой вот напиток в горячем виде а летом в холодном и со льдом и с мяткой это невероятный напиток будьте благословенны вы и ваши близкие дарю вам этот чай чай необыкновенно лечебный просто с ног ошибающий ароматный ну и еще он у кого повышенный сахар в крови он поможет нормализовать вот именно этот так называемый отвар из кожуры мандарина но это у меня не отвар а скорее все-таки заварочка потому что делается мгновенно как вы сейчас и видели и вот такая красота пригласите своих подружек друзей поделитесь рецептом отдайте рекомендацию на мой канал благословите их моим каналом и эти люди будут здоровее физически и духовно а я люблю вас и пусть господь бог благословляет вас пока пока